Град убил 7 детей, в Боливии еще 15 получили травмы. Трагедия произошла в высокогорной деревушке в 100 километрах от столицы. Эти кадры сделаны сразу после обрушения. Металлический навес в местной школе не выдержал веса градин. Под обломками нашли тела школьников. Они принимали участие в торжественной церемонии по случаю окончания школы. Под слоем снега оказались и острова Туманного Альбиона, и тоже не обошлось без трагедии. В воскресенье четверо мальчиков провалились под лед на озере в центральном районе Англии. Их сумели вытащить и доставить в больницу, но трое скончались. Местные власти настоятельно рекомендуют не ходить по тонкому льду. В других районах Британии дело ограничилось лишь падениями на скользкой дороге и авариями. Те, у кого нет транспорта, лепят снеговики, катаются на лодке и любуются белым пейзажем. А чего не скажешь об авиапассажирах. Накануне отменили почти 300 рейсов из Лондона. Непогода бушевала и в Северной Америке. К счастью, никто не пострадал. В штате Айдахо рекордный снегопад. За сутки выпало около 60 сантиметров осадков. Это последствия штурма, затронувшего несколько штатов, а также ставшего причиной транспортного коллапса и перебоев электроэнергии. Что касается Казахстана, в шести регионах объявлено штормовое предупреждение. На востоке и севере страны и в области Абай бушуют метели. В Павлодарской области ждут морозы до минус 27 градусов. Ветер и гололед синоптики обещают жителям Казлардинской и Туркестанской областей. Продолжение следует... Продолжение следует...